Моя половинка сегодня со мной, моя Иринка, моя любимая жена, и я чувствую, как ей радует, мне тоже радостно, что нас принимают как одно целое. Ну, вы знаете, муж и жена, это же одно целое, будут двое, одна плоть. И пастор говорил, что мы можем спеть сегодня, и мы, если вы хотите, мы можем спеть одну песенку, потому что, ну, душа поет для Бога, и, а мы делаем это все вместе, поэтому, ну, песен знаем много, но готов петь ту, которую пел недавно, потому что все хорошее должно репетироваться, и даже свои собственные песни многие забыл. Ну, вот, ну, папа все еще работает Богом, и мы про него споем вместе с Ришей. Ирочка, можешь присоединиться? Да. Музыка страшная сила, правда? Ну, почему страшная? Потому что она и доброе дело делает, и злое. Многие люди поклоняются, сами не зная чему. А мы, благодаря Господу Иисусу Христу, знаем, чему и кому мы поклоняемся. И благодаря Ему наша жизнь идет впустую. Мы видим цель, мы к ней стремимся. И спасибо Господу за то, что все наполнено в Его присутствии смыслом, силой, любовью. Благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие на этом месте. Благодарим Тебя за то, что Ты верен. Папа, спасибо Тебе за то, что Твой сладкий и нежный Дух Святой обнимает нас, утешает нас, восстанавливает, наполняет нас. Спасибо Тебе, Боже, за это место, которое Ты приготовил, за братьев и сестер, за пасторов, за лидеров, за то, что они послушны Тебе. Спасибо Тебе за то, что в их верности есть плоды. И когда мы присоединяемся к Дому Божьему, к семье Божьей, мы хотим частью быть этого служения, этого плода. И это здорово, когда этот плод возрастает. Аллилуйя, Господь! Мой папа работает Богом, И здесь, за домашним порогом, Он, папа мой, такой родной, И я всегда спешу к нему домой. Мой папа является Господом, Он мудрый и справедливый, Он самый заботливый и красивый, И я с ним совершенно счастливый. Мой папа мой, Сегодня выходной, И он, конечно, придет домой, Чтоб этот день провести со мной, Мой папа мой, Такой желанный и родной, И он, конечно, спешит домой, Чтоб этот день провести и с тобой, и со мной. Он чудный, что может быть радостным, Решая дела серьезные, И меры применит строгие, Когда непослушен я и ленив. Хочу на него, я похожим быть, Хочу ему радость всегда дарить, Он очень занят, но для меня Имеет время встречи в прохладе дня. Мой папа мой, Сегодня выходной, И он, конечно, спешит домой, Чтоб этот день провести со мной, Мой папа мой, Такой желанный и родной, И он, конечно, спешит домой, Чтоб этот день провести со мной. Аллилуйя! Была бы труба, можно было бы продолжить. Или саксофон. Но будет все в свое время. Аминь. Самое главное, что он с нами. Слава Иисусу! Как здорово, Что в Доме Божьем Оказывается территория свободы, А не законничества, Территория света, А не территория пустых правил. Хотя у него есть и правила, И строгость, И все, что нужно для того, Чтобы Царство Божие строилось. Аминь. Я сегодня утром размышлял о том, Как важно быть в Доме Божьем. И вот есть люди, которые любят спорт, Ходят в фитнес-клуб. И мне понравилось, Как недавно новообращенный Христианин Сильвестер Сталлоне Ответил на вопрос журналиста. Он спросил, говорит, Ну, вы взрослый человек, Вы же богатый, известный, И вот вы на старости лет, А ему уже 72, Вот пошли в церковь. Он говорит, Да, я жалею, что раньше туда не пошел, Но так благодарю Бога за мою маму, Которая в Писятницкой церкви Много лет молилась за меня, Чтобы я, ну, Чтобы Бог обратил меня на путь истинный. И он, да, мы у него спросили, Ну, а что вы видите в церкви? Он говорит, Вы знаете, сегодня я вижу в церкви все. Вот, ну, я, говорит, Еще не могу красноречиво проповедовать, Как проповедник, Но он сказал, говорит, Ну, я могу сравнить ее с фитнес-клубом. Для людей, которые, спасибо, Развивают свое тело. Говорит, так же и церковь важна, И важнее всего, Потому что церковь это место, Где мы развиваем свою душу. Где мы заботимся о спасении И об образовании души. Помните, да, слово образование, да, От слова образ. Раз, ведь образование, Это воплощение какого-то образа, Цели, мечты. Нужно, ну, в результате образования, Которого, например, Человек учится, Вот я познакомился с прекрасными ребятами, Молодыми, Они сейчас учатся в финансовом университете. Ну, финансы там, Для меня это вот сложно. Ну, я инженер-строитель, Но я тоже когда-то 4 года учился, Науку эту грыз. У нас такая была пословица, Вот выучил сапромат, Сдал экзамен, Можешь жениться. Сапромат. Почему? Потому что это наука сложная, Сопротивление материалов. Обычно муж и жена Долго друг другу сопротивляются, Там притираются. Целые войны идут на бытовой почве. Как? После воспитания родителей, Ее так воспитали, Его так, да. Ну, вы понимаете, да. Вот. И, ну, это правда. Сдал сапромат, Можешь жениться. Образно говоря, Такая хорошая шутка. Ну, и я просто, ну, хочу сказать вам, Что так много в церкви Бог возвращает на свои места, Ставит на место. И я просто благодарю Бога за это. И нам нужно молиться за то, Чтобы Бог продолжал нам раскрывать этот смысл. Потому что, оказывается, Когда мы с людьми неверующими общаемся, И мы правильно информируем их, То я бы сказал так, Если бы я раньше слышал правильную информацию о важности, А чем вы там занимаетесь в своей церкви? Только вот это а-ля-ля, И там проповедник вам, вот, да, промывает мозги, да. Послушайте, да. Да мы здесь, Мы здесь начинаем видеть и слышать правильно. Мы здесь начинаем учиться и познавать смысл жизни. У нас, наконец-то, появляются правильные цели в жизни. Правильные цели в жизни, да. У нас появляются, наконец-то, правильные друзья, Которые они все время, ну, знаете, Иногда встречаешь друзей, А потом со временем становится ясно, Что вот тебя просто поиметь хотели, да. Тобой попользовались. Ну, не все, не во всех ситуациях. Но такое бывает. Но в Доме Божьем, находясь, мы чувствуем здесь, Бог окружает нас людьми, Которые в нашу жизнь не льстят, а говорят правду, да. О нас заботятся, если тебе трудно, Кто-то помолится, кто-то поддержит тебя. Мы здесь начинаем видеть цели, смысл жизни, предназначение. Здесь Бог работает с нашим мировоззрением, Потому что, вот, я недавно разговаривал с одним человеком, Который, ну, вот, он тоже как бы верит в Бога по-своему, Но он не знает, а говорит, Ты знаешь, Виталий, а земля оказывается плоская. И начинает мне вот эту теорию втирать. Я говорю, я бы, может быть, и поверил тебе, Если бы я не читал в Писании, Ну, что, вот, Господь, Он создал землю уникальной. Она находится в своем месте, Он ее повесил, как написано, как шар. Да. Вот. И она находится на своем месте. Солнце, небо, луна, свеств светило. Они работают удивительным образом. Говорю, тебе надо в обсерваторию сходить. Вообще-то, было время, когда люди погибли. Ну, в смысле, пострадали, отдали свою жизнь. Коперник, Джордана Бруна, Галилея Галилеи. Это были люди, которые утверждали, Что она круглая, и их за это убили. Не бойся, тебя никто не убьет за то, Что ты утверждаешь, что она плоская. Ну, я тебе посоветую, ну, вот, просто думать, учиться, Находиться среди умных людей, Которые покажут тебе, вот, не будут смеяться на тебя, на тобой, Не бросят тебя там, вот. Но образование и образ Божий. Сегодня все больше и больше великих ученых умов заявляют, Что они поняли, что Бог есть. Они нашли Его, изучая молекулы, атомы, Изучая, вот, этот, частицы, да, Бога найдено, там, да, Число Бога недавно вычислили. И я говорю, а Бог никогда не, как бы, не прятался, Вот, сильно там в науке. Он еще в Иисусе Христе распахнул свои объятия И объял весь мир, вот. Но, слава Богу, что хоть через ум, Но люди начинают понимать это. Ну, а послушайте, мировоззрение, миропонимание, Характер, мораль, а духовность, а воспитание, Правильно эти принципы, да, образование, А работа над характером, вот. Я видел, как это делает Бог. Никто лучше не сделает. Ну, никто не сделает лучше. Вот, то ты спорил, то ты, вот, вдруг. Я все время соревновался с моей женой, Пока я с ней не встретил Иисуса. И у нас, например, у родителей, у моей супруги, И у моих были скандалы. И я вот рос, и думаю так, вот, только быстрее бы вырасти, Я уйду из моей семьи, чтобы только не слышать, Как они спорят, кричат, грязутся. Вот, ну, мы когда поженились, У нас не так долго, немного хватило времени, Мы тоже начали. Но чтобы не быть похожими на своих родителей, У нас была своя стилистика. У нас были скандалы, молчанка. Мы молчали. Представляете, да. У других там, мы сегодня, вот, например, Вы не слышали там, выясняли отношения Соседей сверху? Было, было. Ириша, я даже слышал, оказывается, На русском языке, на великом и могучем. Вот, то есть не местные, а не болгарские братья и сестры люди, А русские люди, потому что великий, могучий, Был слышен, да, где-то над нами. И я, вот, просто помню, как мы днями молчали, Представляете, да, вот, и оказывается, Когда пятый день с тобой не разговаривают, И ты не разговариваешь в ответ, Это становится страшным. Вот, страх тишины и молчания. И мы тогда письма писали друг другу. Молчание сохраняется, но письма уже. И она мне напишет, подсунет меня утром, А я встаю на службу рано, прочитаю. Это меня зарядит. Я целый день потом в уме пишу письмо. И потом вечером ложусь спать, положу, Или утром, ну, потом все равно Желание мира, восстановление отношений, Побеждало это все. И так пока мы не встретились со Христом. Но первая мысль, когда я с Иисусом встретился, Знаете, какая я была? По отношению к моей любимой половинке. Думаю, Господи, какой же я баран, Я такой упрямый, я такой все время. Ну, я на самом деле, я же виноват, Я же сильнее, ну, как бы, и физически, и эмоционально. Значит, я должен первым попросить прощения, Потому что я вот не смог вот стерпеть, Вот я не отреагировал правильно на эти вещи. И, знаете, вот это прозрение, Оно решило практически исход наших семейных. Потом они еще были, и споры были. Ну, понимаете, интересный момент. Всегда они начинались, Но они всегда заканчивались поиском мира. И чем мы становились старше во Христе и взрослее? Знаете, я в последнее время, Я не хочу позволить дьяволу даже час моей жизни Украсть на выяснении отношений. Я говорю, родная, я хочу сразу тебе сказать, Я тебя люблю, ты самая лучшая. Давай просто сейчас вот это все на месте прямо Останавливаем эту заезженную пластинку. Все. Мы не хотим позволять лукавому воровать это. Это наша бесценная жизнь. И это прекрасно. Вот что такое церковь. И здесь все. Бог даже с темпераментами разбил. А где мы научимся правильным представлениям о семейной жизни? О роли места и месте жены и мужчины? Это вот здесь. Это мудрейшая книга. Представляете, мирозданию сколько лет, А эта книга не потеряла актуальности. Психологи все равно приходят и говорят, Лучше, чем эта книга нет. Политики говорят, Вы знаете, что закон Моисеев признан самым лучшим? ЮНЕСКО, такая организация, Считается, что это самый совершенный юридический документ Для государственного строительства. Как основание. Уже не римское право. Римское право для суда. А вот для строительства государства, Священное Писание. И вот так вот все это, Все это, Это все в Писании. Слава Богу за то, что Господь нам это дал. И я коротко делюсь одним свидетельством. И я бы хотел, чтобы Бог просветил сегодня эту сферу тоже. Как Бог смотрит на некоторые важные вещи в нашей жизни. Если у вас есть Писание, Откройте 12 глава Евангелия от Марка. И я коротко засвидетельствую о том, Как мне это Господь место из Писания открыл в моей жизни реально. Когда мы жили в Украине, Мы занимались бизнесом. И это как раз такое было время, Когда у нас бизнес рос, расширялся. У нас здесь есть наши знакомые, друзья. Они занимаются в Болгарии этим бизнесом. Мы были частью этой компании. Компания Nouga Medical, Nouga Best. Это южнокорейское массажное оборудование. Очень классное оборудование. И мы вот живем в Болгарии, Но с собой привезли и кровать, и ковер, Потому что благодаря ему мы не болеем. Или по крайней мере быстро расправляемся с болезнями. И пастор Гена, он тоже использует это. И даже у них в салоне есть подобное оборудование. И это здорово. Но когда мы там работали, То наш бизнес расширялся. Мы старались работать, Успешно принимать все самые лучшие методы обучения. В общем, рос наш бизнес. Мы уже расширились. Выехали в областной город из районного. И Ириша уже вела сеть клубов. Фиткерс, женских фитнес-клубов. А я взял на себя ответственность за перевоз, Переезд Nouga Best из мира городов в Полтаву. И мы работаем. И едем мы на одну из конференций. И вот я хочу спросить вас. Как вы вообще относитесь к вот этому служению? Я здесь проповедую не для того, чтобы сейчас собрать пожертвование. Но мне Бог, когда пастор попросил или предложил поделиться, Я хочу вам сказать, что я чувствую, что в церкви Недостаточно освящен этот вопрос. И я думаю, что это не потому, что пастора плохо проповедуют. А потому, что из вечности... Вот что пастор Гена сказал? Вот стих, который был написан. 3.16, да. Он еще не открыт до конца. Мы до конца еще не поняли, в чем смысл жертвы Христа. И чем ты становишься взрослее и смиреннее, тем более глубоко раскрывает Бог перед тобой свой замысел. Вот этот замысел мы до конца так еще и не поняли. Но слава Богу, что время еще есть, и Он любит нас и продолжает работать с нами. Также и любое место исписания, которое является важным для жизни человека, семьи, церкви, общества, они продолжают раскрываться все больше и больше. И я хочу сегодня поделиться с вами тем, что важно нам нужно иметь внутри себя, для того, чтобы любое служение, и такое же, как материальное, ну, как мы смотрим на пожертвование, чтобы оно было для Господа приемлемым. Потому что не всякое состояние сердца радует нашего отца. Вы помните конфликт двух родных братьев, да? Там, в Эдемском саду, практически, ну, рядом с ним, Адам с Евой уже как бы были переселены по печальной причине, да? Но у них все равно жили рядом, и у них там родились прекрасные дети, которых они любили. И, представляете, одни и те же слова наставления, ну, любовь папы и мамы, ну, и, да, вы помните, я говорю о ком, да? О Каине, о Бавили. Но почему-то один был как бы близок к Богу и угождал Богу, и его жертва была принята, да? А другой, ну, странно, еще раз говорю, одна и та же семья, одни и те же методы и формы воспитания, наставления те же самые, уста те же самые, сердце, Адам, Ева, понимаете, родители одинаковые. И вдруг такой разный финал, да? И вот Бог заботится о том, чтобы это слово продолжало проникать и работать. И мы приехали на одну конференцию, большая такая сильная конференция, зал, тысяч семь человек, и у нас был успешный период, сезон в бизнесе, успешный. Когда ты идешь в церковь или едешь, и у тебя отложен такой толстенький конвертик. Вы знаете, как приятно жертвовать от избытка, да? Ну, когда у тебя, ты благодарен Богу, ты за это благодарен Богу, ты уже научен, и все хорошо, и ты едешь на эту конференцию, и ты знаешь, Господь, я получил слово хорошее, потому что такие спикеры заявлены. И ты приезжаешь, сильное движение Духа Святого. И уже Господь двигается, уже хвала и поклонение такая, что просто ты готов взлететь, и ты ждешь того момента, когда этот конвертик положишь туда, и этот момент подходит, и этот момент подходит, и ты идешь, идешь такой окрыленный вперед, чтобы этот конвертик положить, и вдруг за пару метров до этого места Господь прямо внутри тебя обламывает тебя очень сильно, потому что вдруг ни с того ни с сего, вот ты такой счастливый, радостный, слышишь, внутри еще ничего не сделал, а он говорит, а бедная вдова все равно дала больше. Вот такой облом Петрович, и ты останавливаешься, как громом на месте прибитый, Бог же знает, сколько у тебя в этом конвертике, потому что он все знает, он знал еще эти мысли, когда ты считал еще в другом доме, откладывал эти пожертвования, и проблема не в том, что Бога это не радует, вообще Богу не все равно, что мы делаем и как мы делаем, вот ему как раз важно, с каким сердцем мы это делаем. И знаете, вот я остановился, я серьезно, это вот, ну попробуйте себе представить, как твоя радость может быть моментально проверена, Бог не омрачил мою радость, он просто ее взял и на весы положил. То есть получается, что я моментально так много услышал, то есть как бы я моментально услышал, там знаете, внутри меня такие голоса, такие вопросы, был бы ты так радостен, если бы ты мог сегодня дать только две копейки, был бы ты так радостен сейчас, было бы в тебе такое же самое чувство радости, распирало бы тебя, распирало бы тебя такую восторг в это мгновение, если бы ты мог сегодня пожрать только две гривны, ну там две гривны тогда были больше, чем сейчас в Украине, в три раза, но сейчас людям еще труднее жертвовать, вот и в России тоже людям жертвовать, это только здесь труднее, потому что понимаешь, ты как бы получается зарабатываешь те же самые деньги, а купить на них можешь меньше, 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 меньше инфляции, вот мы здесь в Болгарии этого еще не знаем, Левн стоит твердо, вот, и знаете, понимаете, и дело в том, что Иисус, Он все время с нами, Он смотрит на то, как мы поклоняемся, Он смотрит на то, как, что мы, Он знает, о чем мы думаем, когда мы рассматриваем там какие-то там удачные покупки братьев и сестер в церкви, там штиблеты новые там, или ой, какое платье, или, ну, мы же люди, правда, да, вот, но Господь, Он очень конкретно смотрит и то, и видит то, что мы делаем не только в церкви, Он видит нашу жизнь, нашу работу, наши отношения с людьми, к начальству, начальство к нам, но в данном случае я хотел прочитать это место из Писания, и пусть Господь поможет нам, послушайте, я не говорю сейчас о том, что нам нужно жертвовать больше, 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 я сейчас вам хочу сказать, что в тот момент я понял, когда Иисус сказал мне, чтобы бедная вдова больше дала, я просто понял, что у Бога другая экономика, у Него другая оценка поступков, Он смотрит на наши деньги, вы помните, ребят, которые просьбу Иисуса услышали, накормите их, вы помните, 5000 человек сидит, и ученики, апостолы будущие, да, говорят ему, Господи, уже полдня эти люди слушают Твои учения, не, мы очень рады, это все важно, но они же проголодались, давай их отпустим в село, пусть они ходят на базар, вот, хапнут, нечто, и как бы, хорошее предложение, слушайте, реально забота, правда, ух, какое дьяконское сердце у этого брата, какой служитель растет в Божьем присутствии, а Иисус говорит, смотри, вы накормите их, Иисус, да ты что, говорит, мы же не Макдональдс, мы, вообще, мы не склад с продуктами, а Он говорит, ну как, ну у вас же что-то есть, да, вот есть две рыбки и несколько кусочков хлеба, булочек таких, Иисус говорит, достаточно, давай сюда, помните, да, и что они сделали, могут, они принесли, интересная вещь, готов, вот смотрите, готовность принести это Богу, отдать, а Его способность это все умножить, совершает не просто чудо, а совершает прорыв из нереальных, до этого никто себе и представить не мог, представляете, даже в Ветхом Завете такого не было, там, ну, там были как бы свои, там катка все-таки, ну слушайте, ну катка, это, может быть, там двойное дно, а может, там Капперфильд постарался, нет, никакого двойного дня, дна, вот все, что было, принесли, положили, можно посчитать, но во время молитвы, или после молитвы, не знаю, я там не был с учениками, вот, я просто говорю, что я помню, чем это кончилось, все сыты, да, и потом еще и набирают полные корзины того, что осталось, чего не доели, это, ну, я знаю, многие материалисты на этом притыкаются, я слышал, как спорят, даже есть евреи, как их называют, те, которые нумерологией занимаются, они говорят, нет, 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 это неправильная интерпретация истории, просто в тот момент, когда Иисус сказал покормить, это коснулось людей, и они пошли и принесли, у них было на самом деле больше, они говорят, нет, я верю, что так, как написано, так и произошло, почему, потому что в тот момент, когда я был болен, но в день покаяния Иисус меня исцелил, послушайте, рядом пасторогены не было, и никто не молился за меня с помазанием зеленкой или какой-то хитрой, хорошей, классной, врачебной, ну, докторской мазью, нет, нет, никто не молился с использованием медицинских препаратов, реально за меня молились люди, в руках которых ничего не было, меня даже елеем не помазали в тот день, но я вышел на улицу, снял очки, вот, у меня больше не было гастрита, моя печень стала здоровой, и псориаз на моих локтях и на ногах прошел. Я говорю о том, что я знаю, что чудеса реальны, Бог тот же вчера, сегодня и вовеки, но Он сидит рядом с нами, когда мы слушаем проповедь, Он смотрит, как мы слушаем, и одновременно слушает, как проповедует пастор, или, ну, кто-то из лидеров, ему не все равно, что происходит в Его доме, с Его народом, и будет результат того, зачем мы собираемся, или нет, и каким он будет. Потому что, чем старше становлюсь я, тем мне более важно понять, каким же будет исход моей жизни, не только, чтобы я спасся. Смотрели фильм «Список Шиндлера»? Кто смотрел? Вы помните, да, как постепенно этот человек из ловеласа, бабника, да, пьяницы превращался в человека, который жертвовал? Вот. И в конце последние кадры фильма, последние минуты, он стучит ногами по колесу своей машины и плачет, говорит, если бы я знал, что сегодня придут освобождения, я бы вчера продал бы эту машину и выкупил бы еще 10 евреев из газовой камеры. Потом снимает какой-то там золотой булавку, да, и плачет, и бросает ее в этот прах, и плачет, и говорит, если бы я знал, я бы вчера выкупил еще трех евреев. Понимаете, да. Так это я говорю про чужих людей, он за них плакал. Послушайте, а наши неспасенные родные и близкие? Папа, мама? Или мы уже перестали верить, что Бог может их спасти? Да может, может и хочет. Второй вопрос, что мы делаем для этого? Как мы живем? Молимся мы об этом или нет? Поэтому Иисус сидит, написано здесь, напротив сокровищницы храма и смотрит, как люди кладут в нее деньги. Вот главное, что я хотел сегодня сказать. Вы понимаете? Он смотрит, как люди действуют. И больше того, ведь написано, слушайте, и многие богачи бросали по многу, но вот подошла бедная вдова и бросила всего две мелкие монеты. Иисус подозвал учеников и говорит им, смотрите, я говорю вам истину, что эта бедная вдова положила больше всех, кто клал сокровищницу, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты. Она отдала все, что у нее было на жизнь. Братья и сестры, вы слышите, как Бог оценивает? Не так, как мы. Кто сколько пожертвовал, кто пожертвовал машину, или дом пожертвовал, или что пожертвовал, или какие условия при этих пожертвованиях ставятся. Он смотрит на сердце. Что там происходит? Почему человек это делает? Я понимаю, что моя интерпретация священного писания далеко-далеко не идеальна. Но у меня есть надежда. Когда проповедующий выходит сюда, то человек, у которого сердце имеет смирение перед Богом, он понимает, что самое главное во время проповеди это то, что говорит Дух Святой. И поэтому самый лучший проповедник это тот, который говорит Господу, Боже, я знаю, что я косноязычен. Я иногда даже мысль теряю. Но Дух Святой говорит всегда больше, чем человек. Он говорит больше и глубже. И поэтому, ну, когда вы жертвуете, вы понимаете, что вы можете видеть в этих маленьких возможностях очень большие вещи. Мы разговаривали, общались. Мы у пастора Гены и Наташи, и мы остановились у них, и мы общались вчера вечером, и позавчера. Мы говорили о каких-то важных вещах, и я говорю, например, пастор, я думаю, что надо молиться, чтобы было свое помещение. Я не говорю там великолепный, красивый, страхотный храм. Вот почему? Потому что жизнь церкви меняется, когда появляется правильная недвижимость. Правильная. Знаете, иногда люди меляют, ну, как бы, как Микеланджело. Мы с Ришей в Италии были в июне. Мы зашли в этот храм, это дело его рук, этот храм Петра. Слушайте, мы ходим, по этому храму просто челюсть отвисает. Этому храму уже больше тысячи лет. Слушайте, а он настолько актуален. И, представляете, а экскурсовод говорит, вот такие факты, что просто в этот храм может сегодня поместиться сто тысяч человек. Сто тысяч человек может поместиться в храме, слушать проповедь Папы Римского. Ну, не потрясает ли это? Представляете, в какое время тот человек какие прекрасные вещи сделал, какие картины, какие скульптуры, мозаика, украшения, какие драгоценные материалы использованы. Это все во славу Господа. Знаете, тогда, может быть, это нужно было. Тогда, возможно, необходимо было миру увидеть величие, как бы, архитектуры, вот этого подвига строителей, зодчих, для того, чтобы поверить, что да, этот Бог точно самый великий. Но сегодня Бог ждет от нас не зданий. Он ждет от нас элементарной жертвенности. Недавно в мою жизнь очень пророчествовали люди, мои знакомые, которых я давно не видел. И я сам пережил, когда приехал в Болгарию, сложное время, очень внутри, очень сложное время. Вот. И, ну, и депрессия меня посещала, и так дальше. И, знаете, я встретился с разными верующими. С одними встретился, которые смогли поддержать, и обнять, и сказать, брат, ничего, держись, мы с тобой. Вот. И с другими встретился, которые сказали, нет, ты к нам больше не приходи. Потому что, ну, у тебя дух уныния, такие люди нам в церкви не нужны. И я потом, знаете, меня это еще больше ранило. Я потом сижу, думаю, вот. А он говорит мне, да ты не переживай, меня здесь тоже не принимают. Вот. Почему? Потому что, ну, представляете, да, если бы Иисус нас принимал, так как принимают нас некоторые братья и сестры, тогда, получается, мы бы никогда бы не получили ни спасения, ни утешения. А какими мы к Иисусу приходим? Разрушенными, в депрессии. А каких Он ждет? Придите ко мне все труждающиеся и беремененные. И я что? Успокою вас. Я соберу вас из мелких разбитых кусочков. Я восстановлю смысл жизни, предназначение, радость, мир, любовь, семью восстановлю, тело твое исцелю. Вот, вот, понимаете, да. Ну, то, что Он показал Иисус, показал ученикам в этой ситуации, Господь закладывает в нас правильное, здоровое основание. Было бы только желание принять здоровое учение, здоровое основание. Вот, потому что я бывал в церквях, где постоянно деньги выбивают, знаете. Нам нужно больше жертвовать. Я не сужу никого, потому что если поставлены большие цели, если поставлены цели построить большой-большой дом молитвы на, там, 15 тысяч человек, может быть, такая проповедь и должна быть. Но сегодня Господь в Болгарии, здесь, обращается к нам и говорит, я жду от тебя просто послушания, чтобы ты мог принять человека в свое сердце и стать для него другом. И вот эти друзья молились за меня и говорят, Виталий, эмиграция будет расти и людей из Восточной Европы, особенно из России, из Украины, будет все больше и больше, из Казахстана. И уже, знаете, представляете, братья и сестры там в Европе, в Америке, в церквях, которые видят и спрашивают у Бога и молятся, они уже даже название дали этой эмиграции. Знаете, как называется? Это эмиграция несогласия или эмиграция протеста. Люди уезжают даже не потому, что в России или в Украине кушать нечего. Они не согласны с тем курсом руководства стран, политиков, которые, ну, с тем, что там происходит. Вот. И они уезжают, потому что они устали от лжи, от этого противостояния, от того, что людей натравливают, русских на украинцев натравливают, украинцев на русских. А мы дети Божьи и люди Его Царства, мы должны принять Божью закваску и развенчать эту ложь, но не вдаваться в политику, а принять людей из раненых. И чтобы они почувствовали. И вот интересный момент. В тот момент двух копеек будет достаточно. Слышите? Бог не говорит нам, какие суммы жертвовать. Он говорит, с каким сердцем. А вот когда ты имеешь правильное сердце, и сумма будет правильная. Слышите, братья и сестры? И пожертвованного будет достаточно, потому что он умножит. Он умножит. Хлебов будет столько, сколько надо. Будьте только готовы принимать участие в судьбах этих людей. Я хочу вам сказать, вот просто перед молитвой, сейчас и мы молимся. Вот мы спросим, вы знаете, сколько сейчас в Болгарии русских, украинцев, вот скажем так, выходцев из территории СНГ. Официально, официально, уже более 400 тысяч. А неофициально, знаете, больше. Больше. Есть люди, которые пребывают здесь, еще не узаконили свое пребывание. Вы знаете, это не так легко. Не только в Болгарии, в Испании, в Польше, в Германии. Но люди хотят жить в свободе и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И представляете, их так много, что по сути дела уже церкви могут ломиться от количества людей. Но они еще не здесь. Почему? Они даже не знают, где мы. Они не знают, где мы. И что-то может и хочет сделать Господь для этого. Каким-то образом прикоснуться. Только вопрос, будем ли мы готовы поделиться с ним хлебом Божьего присутствия. Хлебом Божьего утешения. Хлебом Божьей любви. Как это сделает Бог? Я не знаю. Но Он спрашивает у нас сегодня. Он сидит возле сокровищницы и смотрит, как мы проповедуем, как мы слушаем, как мы жертвуем, как мы поем. Потому что от этого зависит то, какими мы будем. Аминь. Господь, нам не все равно. Но благодарим Тебя, что Тебе еще более не все равно, чем нам. Господь, благодарим Тебя за Твою любовь и терпение и долготерпение и мы видим, Господь, что в нашей жизни что-то происходит, Боже, но мы хотим видеть больше плода, Господь. Мы хотим лучших, больших результатов, Господь. мы хотим видеть души людей, которые будут спасенными, Господь, из тьмы, из неверия, из апатии, из депрессии. Господь, я помню, каким я был, когда я приехал в Болгарию. Как внутри меня было много мрачных, печальных, депрессивных мыслей. Спасибо Тебе, конечно, за мою семью, за жену и детей, за братьев и сестер, которые ободряли, Господь. Но я знаю, что главную работу сделал Ты, Дух Святой. Но Ты начал это делать только тогда, когда я начал взывать к Тебе, Господь. И сейчас мы просим Тебя сознательно, с желанием наших сердец, Господь, говори к нам и веди нас дальше. Потому что Ты молчаливый участник всех наших дел, общений, домашек, молитв, наших служений, жертвоприношений. Господь, да, это жертвоприношение, потому что мы жертвуем временем, мы жертвуем частью нашего сердца, нашего семейного, вечернего, уютного времени, Господь, когда приглашаем к себе в жизнь, в нашу семью, в наш дом людей, или когда сами к кому-то идем. Господь, мы просим Тебя, Боже, наполни все Твоим смыслом, значением, чтобы истина Твоего евангельского подвига, Господь, была нами оценена правильно, и чтобы все было наполнено смыслом, чтобы все имело вес в Твоих глазах. И, Господь, пусть каждая лепта или стотинка, которую мы жертвуем, Господь, будет принесена с чувством, Господь, того, что мы взвешены, Боже, и мы взвесили каждый свой поступок, Господь, и Ты видишь все, Боже. Спасибо Тебе, что Твой Дух, Он утешитель, Он не пугает, Он не судит, Он, наоборот, освобождает от бремени и от вины, но, Господь, пусть в нашей жизни, в наших душах появится этот возраст, возраст Христа, основание этого возраста, во имя Иисуса Христа, полагай в нас Твое Слово и Твой Дух и поливай нас во имя Иисуса Христа. Аминь.